Мы все любим снегоходы, но у снегоходов есть один очень существенный минус. На снегоходе нельзя ездить летом. Не, вообще можно ездить летом, но недолго. Я на сервис. И найти замену снегоходу летом, по крайней мере, мне не удалось. Ну, ***, мы вообще сюда поехали. Олег, Олег сказал. Она не может здесь ездить. Квадроциклы, гидроциклы, сидячие, стоячие, мотоциклы. По ощущениям, это совершенно не то, нежели управление горным снегоходом в глубоком снегу. В глубоком снегу управлять снегоходом, это, мне кажется, абсолютный кайф. И все снегоходчики к этому стремятся. Все едут за снегом. Три года назад я решил проблему летней эксплуатации снегохода. Я выехал на снегоходе на воду. Да, снегоход может ехать по воде. Это был отдельный проект. И про это есть отдельная серия видео. Про то, как я его строил. Господа, сейчас у нас стадия герметизации подкапотного пространства. Как у меня не получалось. Как потом в итоге получилось. Мы нашли нужную конфигурацию. И снегоход поехал по воде. И отдельно хотелось бы сказать спасибо за помощь постройки снегохода. Моему другу Андрею Маркову и мотосервис, сервис стейшн, что на водном канале в Санкт-Петербурге. Отличный сервис, рекомендую. Это был очень сложный технический и финансово емкий проект. Потому как на тот момент в России этим практически никто не занимался. В Финляндии, Швеции, Америке и Канаде есть даже отдельное направление спорта. Называется ватеркросс. Где проводятся соревнования. Есть клубы, есть мастерские. Которые занимаются подготовкой снегохода для езды по воде. У нас в России этим занимается полтора человека. Иногда проводятся соревнования. Но серьезно, к этому никто не подходит. Это выглядит примерно так. Что вот у меня есть снегоход, я катаюсь зимой. А что же делать летом? Все скучно, скучно. А давай-ка я подготовлю снегоход. Залеплю все скотчем и попробую проехать там речку или карьер. Или озеро. Какой-то водоем, который есть поблизости. Хотите оказаться в мире экстремальных приключений и природы? Ждем вас в команде АТВ Тревел. Наша команда разработала уникальные маршруты поездок на квадроциклах и багги, которые подарят незабываемые эмоции и впечатления на всю жизнь. В каждой вылазке с вами будут профессиональный экспедитор, механик, технический автомобиль сопровождения, мобильная кухня и даже наш шеф-повар. Только у нас. Трансфер вашей техники до места старта и обратно, уникальные локации и вкуснейшая еда на всем маршруте. Напишите нам прямо сейчас, чтобы узнать больше о грядущих путешествиях. Вас ждут экстрим и эмоции, которые вы никогда не забудете. Есть свободные места на ближайшие даты, количество участников ограничено. Добро пожаловать в команду победителей АТВ Тревел. И на тот момент мне даже не с кем было проконсультироваться по поводу постройки снегохода. Что делать с передней подвеской, что с лыжами, что с задней подвеской, Что делать с вариатором? Его постоянно заливало. Мы пробовали несколько вариантов. Залепляли все скотчем, как обычно это все делают. Топили снегоход один, раз, два, три. Потом перешли на вибропласт. Специальный материал для шумоизоляции, который должен был помочь от намыкания вариатора. Ничего не помогало. Помогло лишь одно. Это алюминиевый кожух на вариатор снегохода. По типу, как стоит в квадроцикле. И этот принцип мы и применили в снегоходе. Попробовали. И, о чудо, снегоход поехал. Ну все, отлично. Первый заезд удачный. Дальше также было несколько утоплений. Я тестировал снегоход в различных режимах. Пробовал делать виражи. Тренировался. Топил. Настраивали переднюю подвеску снегохода. Настраивали заднюю подвеску снегохода. Пробовали различные гусеницы. Потому как зацеп на гусеницы, длина гусеницы тоже влияет. И в итоге мы построили идеальный снегоход для ватеркросса. На котором можно было ездить примерно как на гидроцикле. По крайней мере я чувствовал полную свободу на воде на этом снегоходе. Снегоход получился отличный. И у меня было несколько идей, как использовать этот снегоход. Одна из идей это просто покататься в свое удовольствие. В хороший погожий денек по воде. Когда все катаются на катерах, на гидроциклах. Гидроциклы стоят в рядок. Все загорают. И тут ты приезжаешь на пляж на снегоходе. И все. Гидроциклы никому не нужны. Все сразу берут телефоны и подходят к снегоходу. А когда ты начинаешь ездить, то все. Весь пляж будет здесь. Все будут снимать, все будут спрашивать. В общем, внимание обеспечено. Еще один момент это участие в соревнованиях. Да, в России иногда очень редко проводятся соревнования по ватеркроссу. Когда я делал этот проект и у меня не получалось, я топил снегоход, делал что-то, снова топил. Мне писало несколько человек. Типа, да ты все делаешь не так. Вот смотри, я здесь скотчем заклеил и могу спокойно ехать сколько угодно. Давай, я тебе сейчас расскажу, покажу, как это все делать. Я понимал, что да, люди этим уже занимаются. Но никакого прогресса дальше скотча у них нет. Побольше скотча налепить, ну камон, я это тоже могу. Мне нужен был немножко другой технический уровень. Не колхоз стайл, когда ты налепляешь кучу синей изоленты, скотча, камеру от КамАЗа сюда, сюда. А хорошо подготовленный снегоход, который внешне будет выглядеть как снегоход, а не как франкенштейн. И, собственно, участвуя в соревнованиях, я хотел показать, что, ребята, все ваши технические решения, они очень далеки от того, что я хочу сделать. И мне это удалось. Два года назад в Нижнем Новгороде прошли соревнования, единственные на тот момент в России. Я приехал поучаствовать и, собственно, занял там первое место. У ребят просто не было шансов. Ну, если только у меня мотор бы там вклинил где-нибудь посреди озера, но это все-таки БРП. Соревнования прошли эпично. Есть отдельное видео про соревнования. Если вы не видели, обязательно посмотрите. Невооруженным взглядом было видно, что у меня не только технический уровень подготовки снегохода для езды по воде, но и уровень владения техникой сильно выше, скорость сильно выше. Повороты я быстрее прохожу. И в целом ни у кого никаких сомнений после этих соревнований не осталось. И на тот момент я закрыл тему с ватеркроссом. Ватеркросс мне стал, в принципе, неинтересен. Я эту тему немножко отпустил. Я потестировал еще разные гусеницы от завода Композит. Уменьшил зацеп, увеличил зацеп. Пришел к выводу, что маленький зацеп тоже не очень хорошо. Большой еще хуже. Но тут появилась новая цель. Я соревновался со 170-сильным гидроциклом Сиду, и он уходил от меня просто в точку. Моя максимальная скорость на Ренегаде была 104 км в час, а Сидушка ехала сильно лучше. Есть новая цель. Объехать на снегоходе гидроцикл. Что для этого надо? Мощный двигатель. У меня был 800-й ЕТЭК, Ренегейт, 137-я гусеница. Объехать гидроцикл не удалось. И я подумал, наверное, нужно повышать мощность двигателя, потому как игры с гусеницами, с передаткой ни к чему хорошему не привели. Снегоход едет хорошо, но скорость не растет. Со стандартным 800-м ЕТЭКом уже ничего не сделать, поэтому я принял решение продать тот снегоход. К осени сделал из него снегоход, который ездит по снегу. То есть вернул в полностью стоковое состояние. И этот снегоход плавно перешел к Академику. Да, значит, мы оказались здесь, в дилере Прайд Лахта, в котором мы, кстати, брали Маверик и все остальное. И с нами есть Алексей Новик. Это человек, на самом деле, хоть и выглядит скромно, но достигший немалых высот. И Константин до сих пор ездит на этом снегоходе, и он у него не сломался. Значит, мы хорошо сделали мотор у этого снегохода. Удивительно. Снегоход продан, и тут я начинаю искать новый снегоход уже на 850-м ЕТЭКе. Желательно, опять же, Ренегат. Потому как 137-й трак, я считаю, что самый идеальный вариант для ватеркросса. Длинные траки все-таки не очень хорошо подходят, потому как вода на скорости, она очень вязкая. И длинному траку тяжело вращаться в воде. Опять же, почему высокий зацеп не подходит? Скорость на воде с маленьким зацепом будет всегда выше, чем с большим. Просто двигателю не будет хватать мощности, чтобы перелопатить вот эти зацепы. Эту воду, которая попадает в гусеницу, в зацепы. Но, как показали поиски всего прошлого года, Ренегатов продавалось полторы штуки за весь год. Их, в принципе, не было. И цена им была 2 с лишним миллиона. В принципе, люди даже не хотели торговаться. Вот, 2-100, пожалуйста, бери. Пробег 1000 километров. Ну, естественно, для воды такой снегоход брать не очень целесообразно. В прошлом году компания BRP встает на лыжи и уходит из России. И остается тестовый парк. Остается тестовый парк. А в тестовом парке мы знаем, какие снегоходы. Они все убитые. Потому что на них, во-первых, покатались блогеры и журналисты. Пресса. Это так называемый пресс-парк, который выдают, когда проходят какие-то обзоры. Или когда кто-то просит на обзор снегоход. Ему его выдают. Естественно, люди там не жалеют технику. Бьют, перегревают, делают с ней все, что хочешь. Во-вторых, на этом тестовом парке покатались продвинутые топрайдеры, которые точно так же ушатали эту технику. Причем эксплуатировали ее очень долго и серьезно. Собственно, тестовый парк остался. И BRP, так как они уходят, начали его распродавать. Как это делается? Обычно рассылается предложение всем дилерам. Весь тестовый парк распродали. И осталось несколько снегоходов, которые никому не нужны. Ни один из дилеров не изъявил желание приобрести их. Потому что они были очень сильно ушатаны. Дилеру нужно было еще вложить много денег, чтобы привести его в нормальное состояние. Чтобы не стыдно было продавать. И получалась такая цена, по которой в принципе снегоход не продать. И в конце прошлого лета, как раз вот когда парк распродавался, я случайно от одного из дилеров узнал, что парк продается. Я обратился в BRP с просьбой продать мне один из каких-нибудь супер-мега ушатанных снегоходов. Собственно, вот этот снегоход. BRP скидусами в комплектации Эксперт. Платформа G4 850 E-TEC. И на нем нет ни одного живого места. Нет ни одного целого пластикового элемента. Рычаги стоят воевода, все гнутые винтом. Бампера стоят воевода. Панель есть, но ее сейчас здесь нет. Отсюда приборка ездила на моем зимнем снегоходе. Лыжи протертые. Гусеница полностью ушатанная. Там, наверное, 50% нет зацепов. Пробег у этого снегохода 4,5 тысячи километров. За 4,5 тысячи километров его ушатали до такого состояния, что он никому не нужен был. И реально, его вот сейчас, чтобы восстановить до состояния, чтобы можно было продать в рынок, ну, в рынок уже никогда не продашь его. Единственное, что здесь было целое, это двигатель и вариатор. Что мне и нужно было. Хоть пробег здесь был 4,5 тысячи, но вот эти агрегаты, они были на удивление целые. Ротоксы, живучие моторы. Но все равно, за зиму мы сняли двигатель, разобрали, посмотрели, что у него творится внутри. За 4,5 тысячи у него не было никаких проблем внутри. Все подшипники работали, колено смазывалось. Единственное, что сервис рекомендовал заменить, это поршни. Мы заменили поршни, поставили новые, оригинальные, все как я люблю. Немножко его обкатали. И сейчас технически двигатель и вариатор, и коробка исправны. Ну, насколько исправны, это мы еще посмотрим. И на данный момент этот снегоход имеет практически новый двигатель. Правда, не обкатанный. Исправный вариатор, исправную коробку. И, собственно, больше-то от этого снегохода мне особо ничего и не надо. И сегодня мы стартуем новый проект снегохода по воде. Снегохода для ватеркросса. Но уже с 850 E-TEC на платформе G4. Этот снегоход сейчас будем готовить для езды по воде. Будем изменять переднюю подвеску, изменять заднюю подвеску. Будем делать новый короб на вариатор. А на вариатор 850 E-TEC сделать короб очень сложно. Потому как расстояние от двигателя здесь всего 0,8 миллиметра. И придется применять какие-то новые технические решения. Рельсы другие будут ставиться. 146-е. Гусеница. Другая. Композит S38. Куплена уже она. Естественно, будет перенастраиваться подвеска, меняться амортизаторы. Здесь, кстати, амортизатор тоже ушатанный. Нужно будет его перебирать, делать. Переднюю подвеску тоже будем изменять. Хотя здесь стоят уже 34-е рычаги. И попробуем остаться в этом размере, заменив только лыжи. Лыжи нужно обрезать, чтобы они не цеплялись за воду. Естественно, будет делаться защита от воды, будет делаться короб и все остальное. В общем, ребята, план определен. За работу! С момента прошлого включения прошло около месяца. Не быстро делается снегоход, но уже готов кожух вариатора. Самое главное. И с этого мы и начали. Задняя подвеска еще стандартная, потому как подвеску поменять в принципе проблем нет. А вот кожух это очень серьезная вещь, которую нужно сделать в первую очередь. Вот, собственно, сам кожух, который закрывает вариатор от брызг, от воды и позволяет ехать на снегоходе по воде в любую сторону, поворачивая, снижая скорость до минимума и даже проезжать волны. Выглядит он пока что не очень хорошо, но значительно лучше, чем прошлый кожух. Все дело в том, что на XM гораздо больше места для маневра. Здесь очень мало места компактно сделан вариатор. И плюс между двигателем и самим вариатором практически нет места. Всего 0,8 миллиметра. Поэтому сделать заднюю крышку этого кожуха было очень сложно. Но, тем не менее, ребята справились. Все хорошо. Единственное, что нужно добавить сюда вентиляцию, потому как это закрытое пространство и вариатор может перегреваться. Конструктивно, когда здесь стоит пластиковый кожух и мы катаемся зимой, здесь есть вентиляция, которая подает воздух, охолождает вариатор. Сейчас мы это все убрали и сделали максимально герметичную конструкцию. Но, по идее, сюда нужно добавить вентиляцию, желательно еще принудительную. Но это будет уже следующий этап. Пока что мы тестируем на герметичность и на то, чтобы вариатор внутри ничего не задевал. Потому как зазоры очень маленькие. Крышка кожуха снята и можно видеть, какой маленький зазор между кожухом и вариатором. И вот здесь уже начинается двигатель. До двигателя очень мало места. Все сделано очень компактно. Но пока ничего не трет. Конечно, в боевых условиях мы проверим. Посмотрим, где что задевает. Но я надеюсь, что ничего не будет задевать. Хотя обычно при сбросе газа вот в этом месте ремень задевает за пластиковый кожух стандартный. Но, надеюсь, у нас ничего не будет задевать. И этот девайс не будет разбираться до осени. А осенью поставим стандартные детали и поедем в горы. Ну вот, собственно, все готово для первого теста кожуха вариатора. Снегоход вывешен. Сейчас запускаем, газуем. Нам нужно, чтобы ведущий вариатор сошелся, переключился, а ведомый разошелся. Чтобы посмотреть, не задевает ли, где он за кожух. Давайте сделаем это. Все отлично. Вариатор не задевает. И, соответственно, кожух работает. И к тому же он еще герметичный. И еще в кожух нужно будет установить датчик температуры ремня. Причем не простой, а инфракрасный. Чтобы следить за температурой именно ремня, а не воздуха в кожухе. Хотя, в принципе, и воздух тоже интересно было бы посмотреть, сколько он здесь нагревается. И это, я думаю, что нужно сделать, наверное, до установки вентиляции. Чтобы посмотреть, вообще нужна вентиляция там или нет. Потому как в прошлом кожухе у меня не было вентиляции. И он работал нормально. И там стоял датчик температуры. И температура больше 80 градусов редко поднималась. Потому как все-таки долго не ездишь на полностью открытом дросселе. Едешь всегда где-то в середине оборотов. И нагрузка на вариатор особо не идет. Итак, первый этап работ закончен. Кожух есть. Это считает, что 90% что снегоход поедет по воде без проблем. Без кожуха все остальное бессмысленно. Самое главное это кожух. Кожух сделан. И теперь переходим к следующему этапу работ. Это задняя подвеска. Задняя подвеска стандартная вся выбрасывается. Вместо стандартной 154 подвески сюда установим 146 подвеску. Рельсы 146 дюймов и гусеницу композит S38. Полтора дюйма зацеп у нее будет. Далее. Боковой выхлоп нужен обязательно. Потому как обычный выхлоп выходит вниз. И здесь у нас создается место, куда может попасть вода. Соответственно, стандартный выхлоп выбрасываем. Ставим прямоточный. С выводом вбок. Отнизу снегохода подшиваем все полиэтиленом низкого давления. ПНД. Также все промажем герметиком, чтобы нигде вода не попала в моторный отсек. И еще нужно будет сделать некоторые манипуляции с капотом. Во-первых, капот у меня сломанный. Нужно будет заклеить вот эту пробоину. Потому как сюда может попадать пыль, грязь, вода. Все что угодно. Демонтируем фару. Она нам просто не нужна. И, соответственно, максимально облегчим. Хотя он здесь уже весь облегченный. До нельзя. И еще и прожженный. Это, видимо, здесь стоял когда-то титан. И все обломано. Но, тем не менее, все это сделаем. Поставим, установим. И уже в следующих сериях, я думаю, что мы выйдем на воду и потестируем этот снегоход. Но это будет уже в следующей серии. Если у вас есть какие-либо комментарии, пожелания, либо замечания по данному виду подготовки снегохода для ватеркросса, welcome в комментарии. Давайте откроем дискуссию и поговорим о том, как нужно делать снегоход для ватеркросса. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok